Я не стал бы эту тему поднимать, мы это проходили с вами. Но дело в том, что письмо, вы поймёте там, что это самое. В письме в этом меня упрекают в том, как раз в чём я считаю, что я прав. А там страшные вещи человек начитался и считает, что, в общем-то, всё наоборот. И вот получается, смотрите, вот я сейчас немножечко прочту, потому что мы к письму должны подойти во всеоружие. Вот так, например. Итак, здравствуйте, Константинович. Ну, это хоть тут я не написал, редактор СМИ, ну, понятно, это представительное хозяйство. Оно оказывается живо до сих пор. Кардинально не могу согласиться с сентенцией, что СМИ советуют применить десяток способов и дерева. А именно, дальше меня цитируют. Смотрите. Не могу согласиться с чем? Я пишу, закопать саженец выше корневой шейки. Варианты по прививке выше прививки. Вы что, до сих пор считаете, что нужно закапать, что ли? Тогда зачем мне мордой-то вы это тычете, когда я пишу? Нельзя закапывать выше корневой шейки. Да, яблони дают дополнительные корни. Но за счёт болезни или за счёт абрикоса, сливы, груши, вишни, персики, чешни, всё остальное сгнивает и пропадает. Нельзя так. И вот она меня цитирует, причём не могу согласиться. Смотрите. То есть что, до сих пор, я уже несколько лет не выпишу, и до сих пор получается, вы там же так и продолжаете, что ли? Я случайно узнал, что это залез в интернет, ваше журнал. Ну, он, конечно, вместо такого катероза теперь, конечно, такое, но жив, курилка. Не укоротить при посадке крону. Да, не укоротить при посадке крону. Это значит, что мы сразу, дерево переходит в разряд больных. Я показывал фотографии, рассказывал, убеждал, чуть не убедился, регулярно уничтожать дёрну. Про дёрну я чуть ниже покажу, если сегодня дойдём до него. Нельзя дёрну уничтожать. Ну, хотя бы как вариант. Раз мою статью, вместо дебильного лунного календаря, от которого только вред. Вы бы взяли ту статью, где я пишу, нельзя уничтожать дёрну. Посадить так называемую ямку до полива. И это тоже ямку. Поливать редко, но обильно. Вы что, нарушите сами это? Это вы пишите, что я грязью вас поливаю. Это вы сами себе поливаете-то. Регулярно уничтожать, посадить ямку для полива. Где всё гниёт. Поливать редко, но обильно. А вы всегда, у вас 2-3 полива за лето. Вы думаете, на месяц полили, полностью залили, вода стоит, болото, и целый месяц она будет пить. Вот, целый месяц гнить будет. Я вот это. Что с вами случилось-то? Дальше. Увы, короткую жизнь. Бороться с кроной, кромсая каждый год. Вы всё до сих пор учите, как бороться с кроной? Приближая предсмертную урожай саму смерть. И много ещё. Вы уже поняли, что что вы прочли? Вы шеи как раз не заделали. Нет, понимаете? Всё, о чём ниже, что есть наоборот. Закопать ваши корневые шеи, уничтожить, дёрн, посадить в ямку. Так нет. Не укоротить. Это всё, да, есть. Но почему вы продолжаете? А вот почему. Во-первых, потому что вы уже за 2008 года столько дробно ломали. Вы стали не советчиком, садоводом, миллионом садоводов. У вас был тираж 3 миллиона. Вы вместе с этими садоводами сады губили. Вот что. Читаем дальше. Наш журнал с момента основания, лучше всего не было, честное слово, как раз даёт верные советы. Ну, то есть вы поняли. Посадите ямку для полива, поливайте резко. Вы понимаете, кромса отказывают. Вот у меня вот это, я не понимаю. Я же не это, это не я придумал за вас. Это подлинное письмо. Что творится на этом свете, я понять не могу. Верные советы учёных садоводов-практиков. Один из ваших садоводов-практиков написал. Я взял нож, а у меня дерево не плодоносило. А, мелкие были плоды. Я взял нож, кору стесал. Стали крупные. Ну, разве можно такое печатать? Именно поэтому у нас в стране всё ещё есть сады. Именно поэтому у нас мало садов. Вот что. Если редакция не согласна с рядом ваших методов, не повод мешать её с грязью. Напрямую не мешал. Ну, дураками выставлял. Вот прямо как сейчас. Опять же. Вы можете не соглашаться с нашим мнением агрономами и редакторами журнала. Ваши агрономы и редактора журнала берут эту самую. 19 века рисунок в 21-м помещают. Вот. Вы бы ещё это самое учили бы. У меня есть вот такой толщины книга аграрная для столыпинских переселенцев. Там как сделать лопату, там как сделать телегу, как сделать саху деревянную. И там рисунки, те, которые вы в 21 век переносите. Как будто действительно мы зря живём. Мировой опыт американский, итальянский, французский, израильский и ещё ряд астралян, которые поставляют круженичные фрукты. Так вы и не поняли, что такое тёплая страна, что такое холодная страна. Так и не поняли. И они научат, как делают деньги, просчитывают цену. Вот. А у нас как было на прошлом вебинаре? Вы думаете, я то письмо выдумал? 200 тысяч потратил на сад. Посчитал ведь? А сада нет. Многолетнее крупное финансовое уложение. Да, конечно, где тепло. Почему же там не вкладывают? Почему же там применяют методы формирования? Вы так и до сих-то не поняли. Там обрезали, а он растёт. У нас обрезали, он умер. Но эту тарайцу, понимаете, между искалеченным деревом, которое может восстановиться и продолжать, и которое обязательно улетит. Почему не везде используют из-за уложения сада? Ну, в общем, после этого письма смотрите сюда. Дело в том, что одно из ваших подвигов было, от вас пошло, я знаю точно от вас, мы не знали, что такое колонавидное яблони, которое с тех пор, до сих пор, мир, миллионы потрачены, миллиарды потрачены, не накормили они страну. Вы начали с одной статьи, это самое, как оно, сенсационное, а потом пошло, поехало, и уже начали рисовать, вот видите, абрикос нарисованный. Вот ещё. И меня удивило, знаете что, 275 рублей, да ещё и со скидкой. То есть уже точно, уже бутылку водки на эти деньги не купишь. Вот. А чё это самое, дерьмо, лишь бы взяли. Я, может быть, если бы меня не было на свете, здесь было бы 375, а не 275. Может быть, я с вас и ребят, кто будет у них заказывать, вот, например, вот здесь, да, на этом сайте. Может быть, всё-таки вы это, я вам сотни сэкономил, хоть за это мне спасибо скажите. Вот. Эту фотографию я сделал в этом году, в этом. Ничего не изменилось. Вы так и будете долбить, что вот это самое, есть та самая посадка, которая, это, мировой опыт. А вот это, одна статья ваша, с этими, человек несколько фотографий туда влепил, с покрышками. Вся страна покрылась покрышками. Миллионы деревьев угробили. Миллионы, понимаете, миллионы. Ну хорошо, прошли годы. Если бы у вас, вы же себя называете специалистами, если бы вы, эти, для доктора, хотя бы отслеживали что-то. Вот тот человек, он, мы же всегда печатали адреса, вспоминаем. Вот он в этих самых покрышках посадил, саживался, красиво, покрышки покрасил. А вы через год, два, три, связь держите, телефонную связь, эту самую, письмо напишите, как я это делаю. Вот. Если недалеко, где-нибудь под Москвой, съездите, посмотрите. А потом напишите правду. Увидели мёртвые деревья или нет уже покрышек свидания, а то он уже проклял свою эту. А миллионы-то не знают, что ошибку совершил? Не он. Надо было писать, в качестве эксперимента будем следить. Через два-три года ответ, извините, не получилось, срочно убирайте покрышки. Вот так надо было работать. Меня могли привлечь в любой год. Меня же начинало печатать Царство Небесное, люди надо, вот это. Всё, гости ко мне собиралось. Вот. Я уже тут подыскивал санаторий. Мне, говорит, недорогой санаторий, найдите. Нашёл. Она взяла, умерла. Ваш редактор. А после неё какая-то злоба обойла редакция. Как же? И жили спокойно, печатали всякую, вот те самые странные советы. Так? И вдруг почитали, ведь читали же, в Железово, ведь я же тут же в нескольких других газетах печатался. Тогда не было ещё этого, как он называется, интернета. Откуда ж вы узнали, что нельзя то, нельзя то, нельзя то? А вот мировой опыт. Плав, как на морозе, мировой опыт. Побегаете, а потом это самое. И когда у вас зима начинается, вы же окна утепляете, закрываете же их, а не распахиваете. Обрезка на кольцо. Это что? Это те же разбитые окна. Открытые двери. Что это такое? Сосед. Вот ещё сосед. Дальний план вот этот. Вот у меня там дальше раз вот абрикосы. Весной, я почему помню, 2015-го купил, однолетки, весной 2016-го передал через это, соседу, посоветовал посадить на холмы. Передал через забор. Прям вот раз, два, три, четыре, пять. Растут по-разному. Ну, а теперь сравнивайте с этими. Эти или одновременно с моими были посажены, или на год раньше. Я уже забыл. Боюсь набрать. Вот эти вот палки, видите? Вот эти палки, видите? Это саженый здесь растёт. Вот один, вот второй, вот третий, вот там четвёртый, и тут ещё слева пятый. Сравнивайте. Ну, этот до партии. Он тоже из середины растёт. А почему меня разозрело? Потому что вы, это вы, не только вы, но вы ведущие были всегда. Вот. Так людям голову заморочили. КОНЕЦ КОНЕЦ Субтитры создавал DimaTorzok